Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. У тульный дом и семейное тепло, галоная у Новый год. Сегодня у Лоеви открыли детячий дом семейного типа. 60-х годов все только начинается. С юбилеем коллектив телерадио компании Гомель повиншовал старшиня бел телерадио компании Геннадь Давыдька. Моцная первичка – моцный профсоюз. Областное объединение подвяло выники конкурсу на лепшую первичную организацию. А зараз об гэтым иншим больше подрабязно. Сене у Лоеви открылся детячий дом семейного типа. Он стал 45-й установой такого типа, створенной у Гомельской области. Лоевский детячий дом семейного типа у побудованы за кошт сродка у республиканского и областного бюджетов. Усяго выкористана каля 390 тысяч рублей. Будинок различен на 10 детей и двух батьков-выховальников. По коль тут будут проживать 5 хлопчиков, в ближайший час до их повинен долучиться еще один. Зараз детя находится у Лоевским районным социально-педагогичным центры. Детячий дом семейного типа оснащены мэбле, мягким инвентаром и системой вонкого гавида назиранья. Это государственная политика, которая направлена на ликвидацию учреждений интернатных общего типа. И должен сказать, что Гомельская область поручение главы государства несколько лет тому назад выполнила. В Гомельской области нет сегодня интернатов общего типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И мы перешли на более современную форму воспитания детей-сирот именно дома семейного типа. Под Новый год 60 год тому распочала свой адлик история Гомельского телебачения. В конце 50-х годов минулого 100 годов студия энтузиастов Радою Аматоров стала первой открывальником регионального телебачения в Беларуси. Это был Аматорский телецентр. А в качестве профессийной организации Гомель заявил про себя премьерной новогодней программой. Сегодня телерадиокомпания – один из буйнейших региональных медиа-центров. У двух сучасных студиях кипеть работа над информационными выпусками, фильмами и ток-шоу. Сегодня предприемство выпускает в эфир коля 40 телепроектов. Рыхтуются фильмы и видеосюжеты про вядомых людей краины, исторических особ и просто неординарных жихаров региона. Героем актуального репортажа может стать практически каждый глядач. Репортажи про юбилей родного телебачения – один из нешматликих выпадков, когда в кадры трапляют не только ведущие и корреспонденты, а всех, кто, звычайно, застается поза эфиром. Под Новый год повиншовать коллектив с юбилеем и надыходящими святами в Гомель приехал старшиня белтеля радиокампании Геннадзь Давыдька. Керовник ведущего медиахолдинга краины отзначил, что, не глядячи на унушальный взросл, в работе Гомельского областного телебачения не отчувается творчай стомленности. Калейдоскопом проектов и программ, своим стилем, телерадиокампания Гомель доказывает это на практице. На творческие встречи коллег не обошлось без узнагороджения и высокой оценки работы у сего коллектива. У вас коллектив очень молодой, упругий и азартный, готовый на такую серьезную работу. И я знаю, что руководство области очень высоко ценит работу вашего коллектива. Ну, конечно же, наша страна переживает уже такой серьезный период становления экономического, морального. Наша молодая независимость уже становится крепкой независимостью. И люди это все понимают. И вот здесь надо поддержать дух общий, такой позитивный дух государственности, который возникает у наших людей. И вот тут и местные выборы, которые сейчас будут проходить, очень важно, чтобы люди понимали это. Очень важно, чтобы люди понимали нюансы того, что делает глава нашего государства, то, что делает ваш губернатор. Вот не просто информация, а еще и придание этому информационной целесообразности. Кандидатами у депутаты на мясовых выборах у Беларуси вылучено уже свыше 7700 человек. Такая информация размещена на сайте Центрвыбаркама. Частей за все потенциальные кандидаты у депутаты выбирают вылучение шляхом сбору подписов. Таких, коля 70%. Коля третий вылучено працовными коллективами и, меньше за все, политичными партиями. По воде информации ЦВК, на этот момент сирот кандидатов больше, чем 4 тысячи, альбо амаль 52,5%. Депутаты дзеючого скликанья – 337 молодых людей во взросле до 30-ти годов. Что до свердейности, то больше за все сирот вылученцев – процставников сферы адукации, культуры, науки и аховы здоровья – амаль 32%. А так само сельской господарки – 21%. Вылучение кандидатов у депутаты завершится восьмого студеня. Субботняя промыя линии мясовых органов Улады протягивают свою работу. 30-го Снежня можно будет вернуться до керавника справ Гомельского обл. Канкама Алены Владимировны Кличковской. Нумер для совести – 33-12-37. У Гомельским городским выканавчим комитете промую телефонную линию проведет наместник старшины Виталь Геннадьевич Атаманчук. Телефон 75-19-54. Час работы промыхлений – с 9 до 12 годин. Гомельское областное объединение профсоюза упадвяло выники конкурсу на лепшую первичную профсоюзную организацию. У им приняли удел представники 19-й районов в области и города Гомеля. Усяго – 212 организаций. Все лета гляд конкурс обвещенный Федерацией профсоюза у Беларуси у першыню прайшов на районном узровне. Среди его мета варта отзначить популяризацию профсоюзного руху и активного социального партнерства, а так само повышение эффективности деятельности первичек и расповсюджывание передового вопыту. Профсоюзные организации оценивались по всех направлениях. Это и меры по обороне правов работников, и контроль за выполнением законодательства о бахове працы. А кроме того, уличывалось проведение культурно-массовых, спортивных и туристичных мероприемствов, работа с молоддю и ветеранами. Наибольшь массово на конкурсе были представлены такие голены, как эдукация, агропромысловый комплекс, ахово-здоровье, жилево-коммунальная и лесная господарка. Мы не только отсмотрели материалы, поданные на конкурс, мы посещали первичную профсоюзную организацию, то есть видели воочию, как на местах действует вот этот профлидер, как существует это социальное партнерство на месте, на предприятии. Та конкурсная комиссия, которую оценивала на местах, была довольно щепетильна, потому что это были со стороны ветеранских организаций, молодежной организации, нанимателей. Первички у нас замечательные. У нас всего в районе 90 первичных профсоюзных организаций, 12 профгрупп. В конкурсе приняли участие все отраслевые профсоюзы. Но приходится выбирать, конкурс есть конкурс. Конечно же, жюри было очень сложно определиться, потому что каждая организация индивидуальна. Там работают люди. В том предприятии, где наниматель работает в тесном сотрудничестве с председателем правкома, там есть результат. У каждом районе обрали по три лепшие первички. Их представников узнагородили дипломами и грошовыми премиями. У Беларуси с первого студента вырастет по мер базовой величины. С ростом базовой повеличатся, як некоторые выплаты допомоги, стыпенды, так и штрафы. Об этом не только пойдет размова сегодня у программе «Экономичный огляд». Среди других новинок стартап одного из резидентов Гомельского технопарка вышел в финал республиканского конкурса инновационных проектов. Так само в выпуске «Обзавестись домом» пропонует фонд «Гомель обломаемость». 25 объектов выставлено на аукцион, который пройдет 9-го студента. Глядите «Экономичный огляд» сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» у 20 годин 20 хвилин. Наступная информация адресована тем, кто находится у пошуку працы. День предприемства пройдет 5-го студента в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского харвы конкама. Товариство с обмежеванной отказностью «Делкам-40» запрашает усіх жадающих прийти на сустречу с представниками коллективу. Я на пройде с 10 до 12 годин в управлении по праце по улице Пролетарской, 18. Продприемству у приватности потребуется швачка, укладчик-упаковщик, водитель погрузчика и іншие работники. У Новый год с Белой Руссю. Одным з мероприемства у акций громадского объединения стала «Доброчинная елка». На ее собралися не только дети-активисты в Белой Руси, а и хлопчики и девочки из малозабеспеченных и приемных семьях. Каля 400 детей из всех районов Гомельской области поудельничали в гульнявой программе. Я ее провели Дед Мороз, Снягурка и іншие казочные персонажи. А халовным мероприемством стал шаровный спектакль. Артысты в учни школу Гомеля в указочном сюжете распавяли про самые соправданные проблемы и суперечности нашей рычаисности. Наприклад, об боротьбе добра и зла. Зразумело, в финале перемога засталась за добром. Але в жизни так бывает не за уседы. Закликать детей, змоленство одрознивать первое от другого, быть щирыми, справедливыми и достойными людьми – глубокий сенс представления. Перед Новым годом все, независимо от детей, мы взрослые, мы ждем все волшебства и чудо. И своим представлениям нам бы хотелось, чтобы вот это волшебство и чудо продлилось. И чтобы каждый из нас верил, что чудеса все-таки бывают, и что мечты и желания исполняются. И чтобы новогоднее настроение продлилось как можно дольше. Ведь только с позитивным настроением и с оптимистичным настроением можно творить добрые дела и стремиться к успеху. Доброченные елки и спектакли – это не все новогодние мероприемства, которые проводят в эти дни объединение «Белая Русь» в каждом районе области. Активисты наведывают детей в лечебных установах и детских домах семейного типа. От 4-го года они отправятся в родильные домы Гомеля, как поменьшовать мать, которые народят своих деток в первый день Нового года. На передней Гомельчан на Головной площади города собрала чаровная елка жаданья. Дед Мороз со Снегуркой повиншовали хлопчиков и девочек с Гомельского городского социально-педагогического центра. Сустречу с сказочными персонажами организовали препатрынцы Гомельского гарвы Канкама. Кожность детей отрымал с рук Деда Мороза, минавито той подарунок, про який просил у своим святочным листе. Дед Мороз нас поздравил со Снегурочкой, он был доволен нашими стихами и мы получили приятные подарки. Организаторы акции ставили задачу оказать клопот детям, які застались без опеки батьков. Проявить милосердность мужа кожны для этого треба звернуться в Гомельский городский социально-педагогический центр. Нумер телефона 62 25 13. Наверное, недели за три написали письма Деду Морозу. Они верили, надеялись и сейчас они видят, что их мечты осуществились, они стоят с довольными лицами. Они заказывали необычные подарки и спасибо всем, кто принял участие, они действительно это все получили. Гэта неопошняя елка жаданья у Гомели. Наступное мероприемство заплановано на четвертое студене. Дед Мороз и Снегурка повиншують Гомельчан с Новым Годом на елочном кирмаши. У гэты у субботу с 10 до 11 на проспекте космонавтов можно будет не только купить живую елку и сосну, а и отримать подарунок отказочных персонажей, поведомили у Гарвы Канками. Насыщенный кирмаш разгорнится так само на территории, прилеглой до универмага Гомели. Нагадаем, у сего у Гомели працуют 10 елочных кирмашов. Купить новогоднюю прагажунь можно по 31 снежни с 10 до 19 годин. Белпошта опубликовала график работы отделения у новогодние святы. Так, первого студеня будут открыты только дежурные отделения поштовой совязи. Другого студеня усе отделения будут працовать по установленным режиме. Под обязанностей можно доведаться у кол-центры по номере 154. Тры дни аншлагу. У Гомельским центры инклюзивной культуры для дятей с обмежеванными махчимостями у першыню показали проставления, где сполучили живый гук и жесты, які выкористовуюць люди с дрянным слыхом. Новогодняя шоу «Казка Тихоград» – музычный спектакль для усёй семьи. А лео-дрознение от інших постановок, и он различен як на здоровых дятей, так и дятей с обмежеванными физичными махчимостями. Усе песни и диалоги дублируются жестами. Артысты театра «Клаунады» и «Пантамимы» без слов кажуть, что гэта новая, пакуль не вельми распаусюдженный формат выступления, які различены на певную аудиторию. Почас спектакля дей не отбывается не тольки на сцене, а лею в зале. А прачатаго сценары насыщены гульнявыми моментами, что дозволяя глядачам стать яшчэ и непосредными удельниками постановки. Зрители являются непосредственно участниками этого спектакля, и эту сказку ощущают и проецируют на себя. И он понятен всем – и слабослышащим детям, и слышащим, и со слабым зрением. То есть мы ориентировались именно на тех деток, у которых ограничены возможности и особенности в развитии. Гэты, а так само іншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова